а здрасте всем друзья привет уленьки золотой колос у нас продолжается и 6 35 утра знаете что друзья давайте-ка мы отправим сначала технику в работу а потом будем смотреть чем будем заниматься и про изменения все порассказываю потом в общем то да итак друзья для начала посмотрим что у нас происходит на полях здесь у нас выросла рожь созрела все прекрасно и комбайн ездит и и собирается нуждается падла в разгрузке но в общем то сейчас приедет ман и его разгрузит это ладно не проблема также если мы посмотрим на наши вот это вот точное земледелие мы видим здесь все равно 125 процентов урожая на обычном черноземе хотя уровень ph у нас уже не в норме да и после этого посева он уже становится вообще в жопе что называется 60 как-то так в общем то после этого урожая надо будет опять нам вносить известь и мы это сделаем чуть попозже пока что у нас убирается пускай убирается но и удобрение это само собой это потом пускай короче она убирается все также друзья я к полю к посеву готовил вот это вот маленькое поле его мы тоже будем нынче сеять она закультивирована но на него тоже надо будет вносить и извести потом удобрения это все понятно на данный момент вообще никакой информации о поле он вообще не показывает он что тупо все закультивировано также друзья у нас вот тут ездит фэнд и знаете что он делает он возит ячмень мне ночью пришел контракт на ячмень где у нас контракты контракты задания вот 244 куба на приозерский элеватор и в общем то я его отправил сейчас возить потому что ячменя у нас довольно таки много цены 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 что нам надо склады ферма у нас один бункер полностью забит на 600 кубов еще сто шесть кубов этого самого ячменя в другом бункере семенами у нас принципе все порядке вот извести нет известь надо купить до бред не покупать не будем потому что самолетов все это сделаем а известь надо будет покупать этот в принципе это не проблема так же как вы видите кроме Pinterest у нас ничего нет на самом деле у меня вот только-только закончила работать я трактором весь урожай отвез на мельницу и он вообще недавно закончила работать а мельница у нас работает она в принципе началось работать сразу же пшеничное вот эта вот линия и уже сделала нам 300 кубов муки а также у нас группа рушка работает она уже перемолола всю кукурузу которая у нас была и сейчас занимается овсом рожь вообще не трогалась пока что еще пшеница не переработалась или рожь рожь есть муки ржаной нету потому что пока что пшеница перерабатывать тут еще почти 100 кубов ей перерабатываться это надолго рожь мы потом привезем всю которую мы соберем сейчас ее тоже будет довольно таки много и будем делать еще и ржаную муку на продажу вот этой вот крупа ружкой крупой да я заниматься не собираюсь если появится контракт мы его выполним для срочного груза будем ну хранить овсяную и кукурузную крупу так просто на продажу заниматься этим я смысла не вижу продажу будем делать пшеничную и ржаную муку поочередно но в случае какого-то контракта будем что-нибудь засевать тогда под контракт то есть планы у меня ближайшие такие мы будем еще немножко расширяться в плане полей это так на ближайшее будущее пока что тоже не до этого деньги вроде как есть на всякие рассады и прочее будем заниматься и в общем-то давайте заниматься тогда первое друзья что нам надо сделать нам надо взять образцы почву с этого поля поскольку поскольку раньше это поле было засеяно травой я пытался упарываться в силос и в общем-то передумал больше не хочу продали мы там тюки силоса кстати можно будет их сгонять еще продать там пару штук осталось на бга но это все неважно сейчас наша задача взять образцы почвы отправить посмотреть что тут за почва но и в первую очередь это для того чтобы понимать что нам делать с уровнем page с азотом и проще вот этой вот фигней поле это слава богу небольшой и проб здесь нужно брать не очень много я понял свою ошибку на четвертом пятом поле надо брать все-таки немножко плотнее лучше лишнего вот этого вот лишний кусочек взять не экономить но поле обработать полностью чтоб потом известь и удобрение вносились в полной мере так как надо знаете ли лишние 100 евро например заплатить за лишний анализ вот мне не жалко просто я люблю когда все четенько правильно кто же не любит то я на самом деле еще вот как бы вроде все с этим модом понятно но какой-то такой вот идеальной середины чтобы вот все на автомате происходило делать я еще пока что не нашел вы все было прям четенько но будем пробовать еще не знаю вот мы вроде анализы брали на шестом седьмом поле четвертом пятом они вроде как еще действительный сейчас уберем урожай может быть что-то будет не так так и может быть в любом случае после того как мы отсылаем образцы отправляем этого товарища на парковку и ждем когда эти самые образцы у нас про анализируются и вот он про анализировался давайте смотреть что у нас тут да как уровень ph чем типа даже в норме насколько я понимаю да тут типа даже написано хорошо хотя может быть мы перед посадкой а где-то плохо где-то хорошо это опять-таки разные разная почва любом случае ph все понятно с азотом тоже все понятно все плохо урожай на шестом седьмом поле собирается вроде нормально это тоже радует в общем-то надо тогда выносить из кислотность известь поднимать ph и трактор который у нас обычно этим занимается сейчас занят на доставке ячменя поэтому мы возьмем нашего кейса подцепим к нему нашу разбрасывалку извести надо кстати еще сгонять и купить эту самую известь а ее тут кстати есть 6 кубов 6 кубов вроде как на это поле должно хватить давайте ка тогда попробуем это все дело ручками то и удобрить по быстренькому друзья настраиваем gps их благо вроде как меня научили им пользоваться и попробуем сейчас вручную вот это разбросать известь по этому полю этот трактор должен без проблем справиться с этой задачей я надеюсь что извести здесь хватит вроде как он должен сразу повысить прям до хорошего уровня до идеального состояния пока там надо будет надеюсь что получится это сделать без каких-то больших пробелов ну по крайней мере если верить карте то поднимается в зеленую зону там где должно быть зеленым хотя она тоже здесь неравномерно получается потом после того как удобрим все это дело посыпем под побегаем посмотрим чтоб везде было идеально приятно что с этим модом известь расходуется вот четко то есть если вы поехали по уже посыпанному то она не расходуется это прекрасно меня это радует в итоге этого бачка извести нам хватает для того чтобы полностью удобрить это поле полностью посыпать известью и друзья после того как мы все это сделали нам надо съездить и купить извести и в принципе перевести ее на базу можно с помощью этой же самой телеги то есть помощью автогруза здесь все прекрасно будет загружаться и выгружаться и автодрайвик разумеется смотрите у меня вроде как есть . садовый центр удобрения и высыпать мы это будем на базе а за семена выгрузка да именно там и возить мы будем известь отправляем его на это место можно даже кстати на семена выгрузка отправить и замутим его автогруз например выгрузить в склад товар известь и на ферме принять то ты работаешь да он все выгрузил он молодец только единственное я и знаете что не сделал я люблю когда мне уведомлялки приходят с этого дела и надо сделать еще одно задание загрузить из склада тоже известь и из садового центра и пускай тоже нам об этом сообщает вроде как все это дело должно будет без проблем работать теперь мы погнали в сам садовый центр потому что здесь нам надо вот это вот все дело купить вообще у нас склад рассчитан на 102 куба извести но так как еще удобрялку немножко поместится можно купить и побольше она не такая дорогая сколько давайте 115 кубов возьмем пускай в общем-то катается это все дело и возит и кстати раз уж мы в садовом центре в этом же самом садовом центре нас ждет урал он сюда приехал за рассадой которая будет на тепличках я друзья не буду сильно акцентировать внимание на том что у нас сейчас происходит на теплицах у нас тут 91 процент плодоношения через час опаньки 7 утра примерно через час у нас все это дело закончится и можно будет засаживать новое надо будет внести удобрение опять-таки но они у нас еще есть слава богу но можно сейчас затариться вот этой вот всей фигней и знаете опять я почему-то хочу клубничку я два урожая клубники посею а потом мы ее всю продадим и заработаем кучу бабла в общем-то берем 7 поддонов с клубничкой по можно ее даже сейчас будет здесь загрузить как же много все-таки денег стоит эта рассада 32 тысячи но благо с нее и выхлопа получается очень много и это это меня радует есть у меня идея такая шальная купить еще восточный тепличный комплекс у нас было прямо капец как столько как сколько много теплиц и будем тогда упарываться в эту клубнику и просто обожремся и аллергия потом выскочит ладно давай дружище едь на теплицы посадка он там проедет ничего у него посадить не получится станет около теплиц а потом мы его отправим еще раз на эту точку и он по-быстрому все засеет так что все четко нас там еще доход от продажи урожая это ячмень продается и с теплицами мы тоже разобрались вот кстати еще и класса одно приехал сейчас посмотрим чтобы он здесь загружался потому что это важно давай друг по крайней мере даже открыл вот этот пополнял вообще пополнял к типа загружать в распределители находится здесь но автогруз позволяет и здесь загрузить так что не проблема он все загрузил и поедет отвезет будет возить короче автогруз это вообще тема кстати знаете еще какая классная фишка автогруза я на ночь поставил возить маленьким трактором вот этим вот который у нас сейчас ячмень возит кстати меня все вот эти вот перевозки были с помощью вот этого трактора я в автогрузе замутил три подряд цепочки и поставил это все на ночь работать то есть помощью автогруза я сейчас я вам принципе ты покажу я сделал задание например загрузите склада я отвозил сначала например пшеницу я посчитал сколько у меня там пшеницы сколько ходок ему надо сделать и сделал здесь количество выполнений там условно 28 и после того как он сделать и 28 а ну и принял да потом сделать такую же штуку на кукурузу там ее еще больше было например там еще 30 самом автодрайве я поставил там солому или что такое неважно короче абсолютно другую культуру но когда он загружал из склада он сразу же по триггеру загружал то что по очереди было он отвез сначала всю пшеницу потом всю кукурузу а я в это время спал себе спокойненько а вот этот самый трактор я не знаю почему но у меня есть такое желание чтобы он наматывал километр и он уже почти 4000 километров кстати проехал если верить моду вехики лынф короче у нас будет кататься и будет возить это все дело не знаю есть у меня такая вот какая-то навязчивая идея чтобы у него было много километража так что за автогруз и горит вообще респектуля это прям классная штука и не хватает на других картах и жалко что нельзя перенести но да ладно мы друзья возвращаемся на наше поле уровень ph везде здесь идеальный да прекрасно так что останется только удобрить потом но это уже после посева а посев можно уже замутить кстати если надо посмотреть что у нас там по семенам потому что я все собирался на каком стриме заняться семенами да все никак не собрался семена 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 второго сорта у нас принципе пшеницы есть много пшеница и рожь нас интересует в первую очередь это то что нам надо давайте сейчас засеем все пшеницы принципе так как она у нас пока что есть и пока что ее хватит можно уже отправлять товарища на посев этим заниматься будет наша селка с вот этим вот замечательным кейсом или что у нас там рожь загружена принципе можно и рожь загрузить тоже не проблема по факту даже то что уже загружено на это поле то точно хватит то в принципе давайте рожь засеем какая на хрен разница то сейчас рожь потом пшеницу или на разные поля можно разные культуры сеять это тоже принципе не проблема генерируем маршрут можно даже без поворотной полосы отправляем работать со стартовой точки на всякий да в принципе хватит у точно семян можно даже ничего здесь авто драйве то и не мутить и это поле мы тоже 7 удобрять его пока что не буду потому что самолет может за один заход удобрить 4 5 и 18 поле поэтому подождем пока засеется у нас 4 5 поле она не скоро засеется потому что здесь еще даже не убрано нас даже здесь не убрано еще ну да в принципе тут у меня много слов сегодня а действий не очень много точнее все работают вон товарищ съездил известь когда-нибудь возили вот известь просто перевозка извести вот в такой штуке занимались нет и а во я занимался я когда-то была еще навязчивая мысль отправить вот этого товарища возить грунт него тут кузов на 400 литров по моему и там 540 что-то такое и 800 кубов грунта отвезти старого перевести нового автогрузом кстати можно знаете что сделать например по курсплею записать или через тот же самый автодрайв настроить так чтобы он за один заход отвозил старый грунт ехал забирал но привозил его на базу разгружал на теплице забирал оттуда старый отвозила вот короче за один заход чтобы это было гораздо быстрее так что можно будет с этим потом поиграться без проблем вот как то так в общем то друзья все в работе мельница в работе мельница работает это тоже прекрасно тут у нас все сеется блин круто люблю от когда знаете все автоматизированы смотришь как люди работают теме утра а уже все уже все вспотели все устали все меня ненавидят это прекрасно насчет семян кстати насчет семян давайте замутим нам купим семян ржи и пшеницы и тоже сделаем это с помощью автогруза добавим задание загрузить из склада семена выбираем культуру он возит по 12 кубов в принципе можно их даже побольше сейчас брать давай рожь второго сорта адресат водовый центр и количество выполнений давай пять ли у нас на складе столько даже не влезть давай 336 кубов этого будет прям дохрена в общем то вот такое задание есть а старое задание кстати можно стереть все стираются ладно ладно по новой делаем значит смотри загрузить из склада товар выбираем семена культура а пшеница садового центра второго сорта съездить три раза и мне уведомлялку пожалуйста об успехе или не успехе также сделаем ему загрузить из склада семена ржи где рожь где рожь вот она рожь и на ферму это дело выгрузить это можно в принципе бесконечно раз оставить точнее нет это загрузить из склада садового центра да что это я говорю тоже три раза 36 кубов тоже три раза что я напутал извините уже спать хочу и выгрузить склад тоже самое семена рожь второго сорта на склад тоже сообщение пожалуйста пришли мне и выгрузить в склад семена пшенички тоже второго сорта это же на ферму тоже сообщение мне пришли автогрузом мы разобрались теперь с автодрайвом у нас перевозка садовый центр семена там ты загружаешься выгружаешься на на базу семена выгрузка так семена выгрузка я сказал и возишь ты семена ставим тебе шесть раз в итоге он три раза свозит одно, три раза сделает другое и потом приедет и припаркуется на это самое место. Вот так это работает. Все, давай, дружище, едь. У тебя все получится, я в тебя верю. Потом эти задания из автогруза, которые выполнены, они оттуда просто пропадают и все прекрасно работает. Так вот круто. У Пумы топливо закончилось, но ничего страшного, он успеет все досеять до того, как у него полностью закончится топливо. Поэтому все нормально. В общем-то, друзья, с семенами мы разобрались на ближайшее будущее. Остальные там пусть лежат, которые остались. Они нам не сильно нужны, но пускай будут про запас. Когда мы дойдем до первого сорта семян, а это, кстати, будет довольно-таки скоро, потому что у нас уже 59 рейтинга. Я уже с этими ночными перевозками уже 350 часов наиграл. Так что тут у нас рейтинг растет. Плюс выполненный контракт, мы срочно груз в прошлой серии возили. Плюс сейчас еще один выполненный контракт будет. В общем-то, есть чем заниматься, ребятам. Рейтинг будет расти, еще 5 единиц и все будет круто. На этом, друзья, эту самую серию я закончу. Вроде как такой, знаете, отчетик получился. Всех в работу загрузили. Все работают, все при делах. Это хорошо. Я, в общем-то, с полями тут поиграюсь. Может быть мы этим на стримах позанимаемся. Как раз будет повод стримить. Потому что полевые работы это все довольно-таки весело. И все такое проще. Вы, ребята, если хотите смотреть серии заранее, а также смотреть прохождение по другим играм, которые такие небольшие эксклюзивчики, можете оформить дешевенькую спонсорку тем, кто это уже сделал. Огромнейшее спасибо. А те, кто не хочет, ваше дело. Я никого не заставляю. Но лайкусик все равно поставить надо. И какой-нибудь комментарий написать. Мне будет приятно. Я знаю, вам не сложно. Если вы еще не подписаны на канал, то, конечно же, подписывайтесь. Если еще не только начали смотреть прохождение, то в описании есть ссылочка на плейлист. Там с первой серии. Потому что это уже где-то 24 примерно плюс-минус в сумме. Я, честно говоря, сбился со счетом. Да и не важно. В общем-то, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дила и всем пока-ки.